Всем привет! Милана Хомич, диетолог-нутрициолог. Я очень хорошо разбираюсь во всем клеточном питании и БАДах. И сегодня я вам хочу подробнее рассказать о мировой новинке, аналогов которому нет в мире, появилась новый продукт от Академии Успех вместе B-Cardio. Чем полезен этот продукт и кому он нужен, и почему это новейшая технология, аналогом которым в мире нет. Б-кардио является усилителем оксида азота. Оксид азота – это вообще бесцветный газ, и раньше он считался совершенно бесполезным для организма. И вот в 1992 году были открыты его лучшие стороны. Оказалось, что оксид азота – это сигнальная молекула нашего организма, без которой не проходят полностью все биохимические реакции. И 1992 год даже назвали годом оксида азота. В 1998 году один американский учёный Луи Игнара был удостоен Нобелевской премии за то, что он открыл необычайные способности для нашего организма оксида азота. Ксид азота вырабатывается у нас из аминокислоты L-аргинин. Мы вообще состоим из аргинина. Эта аминокислота нам очень важна и нужна, и мы суть L-аргинин. Ну вот скажу, что сперматозоиды на 96% состоят из L-аргинина. В грудном молоке 95% L-аргинина. Поэтому мы из аргинина, так сказать, с вами вышли, мы из него состоим. L-аргинин участвует в выработке оксида азота. Ну всё вот это вот, перетекание L-аргинина в оксид азота у нас происходит только до 30 лет. Потом выработка L-аргинина резко падает, и к 30 годам, 35 годам она заканчивается. И если в этот момент мы не начинаем вести себя правильно, мы не ведём здоровый образ жизни, мы питаемся абы как, ну то есть как все люди, да, мы не занимаемся правильным питанием, физическими нагрузками, L-аргинин у нас падает, а значит и выработка оксида азота тоже прекращается. L-аргинин вообще он есть в обычных продуктах питания, его можно как бы приподнять. Суточная норма L-аргинина 6 грамм. Достаточно съесть 120 граммов семечек, и мы получим L-аргинин или 300 граммов мяса. Выбирайте. Сейчас вам вот скажу очень интересную вещь. Нам аминокислота, вот эта вот, я уже сказала, она, вот аминокислота L-аргинин. В нашем организме есть фермент, который называется оксид азота синтаза. Под действием этого фермента вырабатывается оксид азота, который является природным расширителем сосуда. Я только что сказала, что после 35 лет выработка аргинина падает, значит оксид азота вообще не вырабатывается. Съедаем семечки. Оксид азота выработается. Ребят, мы съедаем 120 граммов семечек. Вы понимаете, что мы съедаем жира двойную суточную норму? Ну это так, к слову. Хотя L-аргинин мы получили. Но чтобы мы его получили и выработался оксид азота, нам к этим семечкам нужно добавить обязательно фолиевую кислоту. А это значит мисочку салата с зеленью надо съесть и обязательно витамин Е. А это значит маслицем надо полить. Жира мы еще прибавили. Тем не менее оксид азота у нас выработается через некоторое время. И его выработки хватит на 2 часа. Все. Жира я уже сказала, сколько мы получили двойную суточную норму. А если с маслицем, то еще больше. Когда мы будем пить с вами Б-кардио, то выработка оксида азота повышается через 15 минут. Там будут, ребята, тест-полосочки, которые вам прямо скажут по слюне, по тест-полоскам. Это можно будет определить, что через 15 минут окись азота уже повышается. Представляете, какая красота? Сейчас расскажу, кому нужен этот продукт и почему он так важен для всех. Нейрофизиологи очень заинтересовались этой молекулой, потому что оказалось, что она переносит нервные импульсы с одной клетки на другую, переводит нервные сигналы, является нейромедиатором. А значит, что будет с нашей мыслительной деятельностью? Кто у нас все забывает, не помню, что было вчера. Не помню, куда положил ложку-ручку. Для улучшения памяти лучше, для болезни Альцгеймера лучше, но улучшение мозгового окрообращения надо всем, верно? А кардиологи нам сказали, что оксида азота у нас расслабляет мускулатуру сосудов, внутренней эндотелии сосудов. Ребят, а сосуды – это наше все. Ну вы же наверняка в курсе, сколько у нас сосудов, им можно несколько раз нашими сосудами обернуть земной шар. Поэтому у кого сердечно-сосудистые проблемы, инфаркты, инсульты, тромбообразование, давление, метеозависимость, головные боли, поможет всем? Ну конечно. А гематологи нам сказали, что оксид азота тормозит слепание тромбоцитов. То есть у нас будет менее вязкая кровь. Кровь будет более текучая. Это всем нужно? Конечно. Подключились нефрологи и сказали, что оксид азота регулирует почечный кровоток и солевой обмен в почечных канальцах. А еще было выяснено, что оксид азота стимулирует сперматогенез. А значит, пары, у которых нет детей, могут уже на что-то надеяться. Кроме того, у мужчин, у которых есть проблемы в интимной сфере, а что такое эрекция? Это кровенаполнение, это сосуды. А раз улучшается эластичность сосудов, что будет с потенцией? Но она и уйдет, конечно. Это нашим мужчинам поможет? Еще как! Ну и, наконец, финальную точку поставили онкологи, которые сказали, нет оксида азота, у нас убыстряется рост злокачественных опухолей. Б-кардио подойдет абсолютно всем здоровым, больным, ослабленным, молодым, пожилым. Уменьшение давления. Сосуды будут как новенькие. При стрессах очень сильно поможет. При больших физических нагрузках улучшается выносливость. Уникальный продукт, новейшая технология. Запатентованная формула, аналогов нет. Ребята, очень я вам рекомендую этот продукт как диетолог-нутрициолог. Продолжение следует...